Дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. Но сегодня у нас суббота, значит на нашем канале выходят общеобразовательные видео. И поговорим мы, наверное, сегодня о самом таком наболевшем вопросе, который сейчас волнует большинство игроков на фондовом рынке. Поговорим мы, конечно же, об инфляции. Что вообще это такое, чем оно грозит и вообще стоит ли на это обращать всегда внимание. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Дорогие друзья, начнем мы с самого простого, от простого к сложному. Пойдем вообще, что такое инфляция. Многие из вас уже это прекрасно знают. Это обесценивание денег. Вообще в экономической теории разделяют инфляцию на два вида. Это инфляция спроса и инфляция предложений. И давайте разберемся сначала, что такое инфляция спроса, потом, что такое инфляция предложений. Инфляция спроса это когда слишком большое количество денег бегает за слишком маленьким количеством товаров. А инфляция предложений это когда перегретая экономика генерирует огромный спрос на ресурсы. Цены на которые начинают стремительно расти, повышают издержки и растет общий уровень цен. В современных условиях возник новый вид инфляции, так называемый инфляции актив. Он еще мало изучен экономической теорией и финансовой наукой. Тем не менее, в условиях многолетнего периода многочисленных количественных смягчений, когда деньги стали приносить отрицательную доходность, а ставки по депозитам стали нулевыми или вовсе стали отрицательными, деньги перестали выполнять свои классические функции. Об этом мы уже не раз говорили в 2020 году, что идет именно само понятие обесценивания денег. Получается, что финансовая система убила деньги в их классическом понимании. Инфляция один из наиболее важных и опасных процессов в экономике любой страны. Определяется она резким высоким уровнем стоимости товаров и услуг, снижение покупательской способности и обесценивание национальной валюты. За инфляцией пристально наблюдают всегда центральные банки, стараясь держать ее на приемлемом уровне. Либо же наоборот пытаются поднять инфляцию до приемлемого уровня. К примеру, что сейчас делает Федеральная резервная система. Они пытаются наоборот поднять инфляцию. Центральный банк Российской Федерации наоборот пытается опустить инфляцию до необходимых значений в экономике. В развитых экономиках уровень инфляции около 2% считается нормой. При такой инфляции экономика развивается нужными темпами. Вот как раз чего хочет достигнуть Джером Пауэлл 2-2,5%. Для отслеживания инфляции существуют ценовые индексы. Высокая инфляция, как и низкая инфляция, несут за собой определенные проблемы. Современные центральные банки занимаются таргетированием инфляции. Это означает, что они устанавливают цель, то есть таргет по инфляции и проводят свою монетарную политику таким образом, чтобы ее достичь. Низкая инфляция, понятие относительное. В США инфляция в 2% это норма, а в 1% это уже низкая инфляция. А в России 2% это низкая инфляция, а 4% это наоборот уже норма. 6% это уже завышенная инфляция для Российской Федерации. То есть, когда мы говорим о инфляции, это нужно держать всегда в голове. Что хорошо для развитой экономики, не всегда подходит для развивающейся. Но в последнее время Российская Федерация делает все больше и больше шагов, чтобы от развивающейся экономики перейти в стан развитых экономик. Тому пример как раз таки, так как мы проходили 2020 год, обычно развивающиеся экономики повышают ставку. Мы же в 2020 году впервые в истории кризисов понижали свою ключевую ставку. Важно отметить, что высокая инфляция это очень плохо. Высокая инфляция сопряжена с экономической нестабильностью. Люди и бизнес перестают доверять деньгам. Кредитование несет высокие риски и получать прибыль становится все сложнее и сложнее. Это на самом деле и понятно. И на житейском уровне, если цены растут на 10-20% в год, то откладывать деньги не имеет вообще никакого смысла. Ведь через год, два-три они просто-напросто обесценятся. Но и низкая инфляция, в том числе нулевая и отрицательная, тоже не есть хорошо. Отрицательная инфляция называется дефляцией. То есть дефляционный сценарий может происходить иногда. Другими словами, это снижение цен вследствие уменьшения спроса и предложения товаров на рынке и снижение объемов средств на покупку. Монетарные власти большинства стран считают, что дефляция наиболее опасна для экономики. Хотя на первый взгляд снижение цен позитивно для населения. Но пример, да, банальный, это мы наблюдали в 2020 году, когда происходил именно дефляционный сценарий. Как правило, снижение цен происходит из-за снижения совокупного спроса. Уменьшение количества денег в обращении и рост их номинальной стоимости. В результате производители недополучают прибыль, им приходится сокращать рабочие места или заработные платы. Опять-таки, пример 2020 год. Обратите внимание, высокая инфляция делает деньги просто-напросто вообще бесполезными. А низкая инфляция снижает привлекательность потребления. Поэтому важен баланс. Пример, высокая инфляция, вам банально можно сказать, это страна Латинской Америки, Венесуэла. У них там мега-гиперинфляция, там деньги обесцениваются день ото дня. И только вот последний год они более-менее начали понижать инфляцию. Кому интересно, посмотрите просто, что происходит с инфляцией в такой стране, как Венесуэла. Основным индикатором инфляции является индекс потребительных цен, CPI. Он показывает, насколько изменились цены на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину, относительно предыдущего месяца. Как правило, публикуются данные за месяц, либо же за год. Также публикуется базовый индекс потребительских цен. Он показывает, насколько изменились цены на товары и услуги, за исключением продуктов питания и источников энергии, так как они подвержены серьезным изменениям, например, из-за сезонности или из-за экономических потрясений. Эти индикаторы публикуются вместе, и инвесторы, отслеживая изменения данных индексов, могут делать выводы о дальнейших действиях Центрального банка. Рост индексов может привести к повышению процентной ставки в стране, как следствие к укреплению национальной валюты. Так увеличивается привлекательность инвестирования в валюту с более высокой процентной ставкой. Еще один показатель инфляции, на который ориентируется в том числе Федеральная резервная система, это ценовой индекс потребительских цен, или ПЦЕ. ПЦЕ позволяет учитывать краткосрочные изменения поведения потребителей и делать поправки в составе корзины, в то время как формула расчета ЦПА меняет потребительскую корзину лишь один раз в два года. Поэтому индекс потребительских расходов показывает наиболее четкую картину инфляции. Еще один индекс, который помогает отслеживать инфляцию, это индекс цен производителей, PPI. PPI отслеживает изменения цен, по которым производители продают свои товары на оптовом рынке, охватывает все производственные процессы от закупки сырья до выхода готовой продукции. Его по праву можно называть производственной инфляцией. Анализ изменения индекса цен дает представление о инфляции на разных уровнях от производителей до потребителей и помогает спрогнозировать дальнейшие изменения процентных ставок ЦБ. Уровень инфляции и монетарная политика оказывают сильнейшее влияние на настроение инвесторов и на все финансовые рынки. Вот такой небольшой видео обзор мы сделали специально для вас по инфляции. Надеюсь более или менее подробно получилось. Если какие-то вопросы возникнут, либо необходимо сделать какое-то дополнительное видео с какими-то примерами, обязательно об этом напишите уже в комментарии. И тогда в очень ближайшее время, возможно даже на неделе, мы доснимем материал по инфляции. Если небольшое это видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Если видео не понравилось, тогда ставьте дизлайк, пишите свои комментарии, пожелания, мнения, вопросы. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, нажимайте кнопку спонсировать, где выходит видео уже именно закрытого доступа для участников закрытого чата, либо же для спонсоров данного YouTube канала. Там и прямые эфиры, там и разбор кампаний, там и технический анализ и очень-очень много чего еще интересного. Не забывайте, у нас есть аккаунт в Инстаграме, где вышел новый пост, где у нас есть аккаунт в Яндекс.Зене и у нас есть открытый аккаунт в Телеграм-канале. Поэтому все ссылки на наши ресурсы есть в описании и в закрепленном комментарии. Я же с вами прощаюсь, увидимся с вами через неделю. Будем изучать новые какие-то моменты касаемо фондового рынка и таким образом помогать новичкам разбираться в мире инвестиций. Друзья, чуть не забыл, на нашем канале идет набор в наш закрытый Телеграм-чат, где довольно-таки много участников, где мы с вами формируем уже портфель на дивидендный сезон. Готовимся к дивидендному ралли. Мы уже отобрали порядка 10 бумаг. Половина из этих бумаг уже, конечно же, имеется в портфеле. Половину еще придется поднабрать. Но вот будем сейчас на предстоящей торговой неделе решать, как же нам быть. Сейчас готовимся к сезону отчетности. Тоже подбираются бумаги под спекуляцию. Если хотите к нам в закрытый чат, условия попадания есть в открытом Телеграм-канале в закрепленном сообщении. Поэтому переходите в открытый Телеграм-канал. Ссылка на него есть в описании и в закрепленном комментарии. Нажимаете на закрепленное сообщение и, следуя инструкции, попадаете к нам в закрытый чат. Очень много дополнительного материала также присутствует для участников закрытого чата. Это еженедельные прямые эфиры. Это и анализ фондового и товарного рынка, в частности нефтяного рынка. Каждое утро фактически пишу свои материалы, как себя поведет не в тот или иной день. Какие бумаги можно рассмотреть под спекуляцию. Ну и какие бумаги вообще я покупаю к себе и в инвестиционные портфели, и в спекулятивный краткосрочный портфель, и в спекулятивный среднесрочный портфель. Если хотите инвестировать вместе со мной, милости прошу в открытый телеграм-канал. Еще раз, пока-пока.